Привет, друзья! С вами Зверько и это ML-факты. В гайде про Москова я совершил ошибку в описании бафа. И добрые люди мне быстренько сообщили в корректной форме. В отличие от большинства спорщиков по сборкам, в чей мозг не попадает понимание того, что сборки зависят еще и от стиля игры, и от команды, а также пика противника. В своих гайдах я предлагаю лишь свой вариант более-менее универсальной сборки. Вам на пробу и ваше дело, играть этой сборкой или нет. Итак, бафы изменялись несколько раз и их пора систематизировать. Баф танка уменьшается потребление маны на 50%, универсальная защита повышается на 15%. Это значит и магическая и физическая защита на 15% вырастает. Чувствуете, что ваш фронтмен не выдерживает давления? Отдайте ему баф. Он серьезно апает танка. Представьте, что у него 300 единиц защиты, а сверху он получит еще 45% только за счет бафа, а его контроль позволит всей вашей команде наносить урон. Баф бойца уменьшает перезарядку навыков на 15% и увеличивает скорость бега на 10% после нанесения повреждения навыкам. Для бойцов-автоатакеров не очень полезно. Зато тот же Кусака или Хильда смогут бегать еще быстрее и контролить противника, а лапу-лапу чаще обкидывать навыками. Но помните, порог в уменьшение на 40% КД не работает. Но помните, порог в уменьшение на 40% не переступить. Не забирайте баф у других классов, если у вас уже 40%. Баф убийцы уменьшение перезарядки навыков на 10%, уменьшение потребления энергии на 20%, уменьшение потребления маны на 50%, универсальное прибитие повышается на 15%. Нужен убийцам навыками, таким как Хайбуса, Сайбер и так далее. И, конечно, обязателен для Фани. Не обижайте Фани, ведь в следующем бою она может быть против вас. С другой стороны, та же Наталья может легко обходиться без бафа. Баф мага. Перезарядка навыков уменьшается на 20%, все затраты маны на 50%, и немного повышается магическая сила. Баф очень и очень усиливает мага. Вместо постоянной загрузки предметами на перезарядку, которой предпочтительнее было бы заменить предметами на урон, магу проще взять баф, пусть он бегает под ним постоянно. Будь прокляты те, кто стилит у мага баф. Конечно, если это не маг-фидер, который даже урон нанести не в состоянии. Не важно, сколько у мага киллов, важно, сколько он урона нанес противнику. Не путайте задачи. Баф стрелка. Усиление физического показателя на 10%, и каждый выстрел замедляет противника на 20% длительностью в 2 секунды. Неплохое усиление, но не жизненно необходимое. У стрелка есть вообще перк на замедление. Проверить не могу, но, скорее всего, стакается с бафом. Такой баф нужен, если вы в хорошем перефарме, что упрочит доминацию над противником. Но если выбирать между магом и стрелком, я бы отдал магу. И последний баф с саппорта. Дает уменьшение кд на 10%, увеличивает регенерацию маны на 50%, усиливает исцеление на 15%. Больше всего зайдет, конечно, эстасу, но с условием, что противники дурны и не купили антихил. Ничего серьезного с саппортом баф не добавляет. Я думаю, будут вопросы, что делать со смешанными ролями. Какие они бафы получают. Хильда, Алукард, Карина. Все просто. Открываете персонажа во вкладке Герои, находите его. И, взяв, к примеру, лапу-лапу, смотрите в графу классы сверху слева. Где первым классом идет его основной. И какой баф он получит. Ну, или берете разок баф и запоминаете. На этом все. Надеюсь, это видео упорядочит очередь, выстраиваемую забафами. Ставьте лапки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok